Слава Украине! Привет всем от Полонского! Наша любимая рубрика Бавовна. Сейчас расскажу, что у нас было за вчерашний день и с чем это связано. Так вот смотрите, вчера Бавовна была в нескольких областях Российской Федерации, а также во временно оккупированном Крыму. Было два взрыва, начнем с Крыма. Два очень мощных взрыва. Что это такое, мы сейчас выясняем, но в Севастополе, понимаете, оно настолько мощное было. Или это те же самые были взрывы, или они были отдельно, но в то же самое время. Похоже все-таки, что это были те же самые взрывы в районе Бельбека, аэродром. И эти взрывы были слышны, ну в Севастополе понятно, там чуть окна не повылетали. А слышны были даже в Центральном Крыму, то есть очень мощные. То есть это обалденно мощные взрывы. Что оно такое, мы сейчас выясняем. Это первый момент. Второй момент, это Белгородская Народная Республика, Белгород. Второй день подряд там была обалована, причем невероятной силой. Ну и видео я сейчас, я уже выставил вчера. Сейчас я прицеплю ссылочку внизу в описании к данному ролику, чтобы вы посмотрели. Кому интересно, как это было, как это выглядело. Выглядело действительно довольно впечатляюще с точки зрения озвучки. Просто очень мощно, и там над Белгородом все время что-то взрывалось. Что, как, они утверждают, что они сбили 6 ракет Ольха. Только вопрос, чем они их сбивали. То есть, ну, вот как они сбивают, мы видели очень хорошо по Херсонскому мосту, по Антоновскому. Когда они сбивали, сбивали, а все прилетало по мосту. Поэтому сейчас они запрещают любой выток информации, любые фотосъемки, любые видеосъемки. Все запрещено всем, чтобы не дать нашим наводку. Ну, собственно, наши все так же сейчас поступали и правильно делают. Но, тем не менее, несколько кадров просочились в интернет. И мы видим, что там была дискотека. Поздно вечером вчера. И, как обычно, что интересно, бомбоубежища были у них закрыты. Категорически. То есть, да, они говорят, что они сбили 6 точек У. Я только не очень понял. Они же заявили, что до этого, что они еще в середине 22-го года все наши точки уничтожены были. А запасы ракет исчерпаны. То есть, вот я что-то не очень понял. А сегодня они заявляют, что наши 6 точек У шандарахнули по Белгороду. Ну, короче, да, искать логику у них, это вы сами понимаете. Или Ольху. Чем вы Ольху сбивали? Это хороший вопрос. Да, у вас нечем ее сбивать, чувачки. Но, говорит, все сбили. Вот. И была ли это Ольха? Нахрена нам Ольху? Вдумайтесь, да. Уровень мышления у Путина Питеков, когда они говорят, что мы пуляем Ольхой по Белгороду, до которого... Ну, пускай километров около 30. Я там не буду сейчас спорить. Значит, Ольха это очень высокоточная, очень дорогая ракета, да. Пулять ею по объекту, который находится в 30 километрах, если она летит на 120. Очень точно, зачем тратить дорогие ракеты на вот такую... Ну, то можно с Мерчем обычным, Санта-Раху, 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 он на 35 километров бьет. Как раз достанет. Иди его сбивай. То есть, они ни черта вообще не соображают, чем стреляли, как стреляли, а стреляли ли вообще. А может, это были вообще беспилотники. Короче, вообще не отдупляют, что происходит. Но на всякий случай сказали, что сбили 6 точеку. Почему не 60, я тоже не могу понять. И 6 ракет Ольха. Как они их считали? Они там прыгали по звездам, что ли, пересчитали и узнали, что это Ольха. И, конечно же, ни одной фотографии, ни одного сбитого, так сказать, типа сбитого объекта, естественно, нет. Короче, полная туфта, там, видать, все прилетело, потому что бахкало именно как прилеты. Ну, послушайте сами эти видео, сами сделайте выводы. Но это бог с ним, это один момент. То есть, по Белгороду там весело было. Более интересная была обувовна Курская Народная Республика. Это, значит, Железногорский, если я не ошибаюсь, район. Что интересно, этот район не является пограничным. Он в Курской Народной, он с другой стороны, как бы, находится, если вы посмотрите по карте, то он находится вообще с другой стороны области. Не рядом с Украиной, не рядом с Белоруссией, он далеко. Да, так вот, что интересно, что попадание было и от границы расстояния, не знаю, ну, за 100 километров, да. Попадание было по электростанции. Выше было электростанцию. Чем остается вопрос открытым, не будем говорить. В любом случае, электростанцию вышибло, вышибло подачу воды в районе. В самом городе Железногорск, ну, город небольшой, там 17 многоэтажек, все 17 остались без света и без воды. Ну, и по району вокруг тоже все без света и без воды. Сейчас туда вылетел местный гауляйтер по фамилии Старовойт, вот, и пытается там что-то наладить как-то. Не знаю, что он пытается наладить и как, но пытаются они запустить сейчас электростанцию. Что там запускать, если там все разбито. Вот, попытаются наладить подачу света и воды. Как это у них получится? Посмотрим. В любом случае, получают они очень солидно и ответка хорошая. Теперь еще один момент. Вот сейчас у нас, как говорится, уже преддверие второго года войны. Третьего года какой уж. Второй год заканчивается войны. И я вот взял и прицепил, чтобы понимать, для понимания ситуации, прицепил интервью, не интервью, а ролик кремлевского пропагандона. Помните, такой был когда-то журналист Андрей Караулов, который потом скатился до уровня такой же помойки, как и там Симонян, господи, прости, Соловьев. Ну и всякого этого шушара, который просто гонит пургу. И как он, судя по всему, ролик был записан то ли вечером 24 февраля, то ли днем 25 февраля. Ну так, судя по обстановке, как он рассказывает, что Киев через несколько часов пойдет. Ну стоит просто послушать, да? Киев пойдет, Зеленский сбежал в Турцию. Почему? Он взял, что Зеленский тогда сбежал в Турцию. Ну идиот. Вот. Ну вот это все, да. И вот Киеву осталось несколько часов буквально. Мы уже Сумы сдались без боя. Помните, как Сумы потом в ночь сожгли вообще всех расистов, которые зашли в город? Но он рассказывает, как Сумы сдались без боя, бла-бла-бла, ко-ко-ко. Вот. Киеву осталось несколько часов. Прошло два года после этого, после записи этого ролика. И мы читаем в интернете другие ролики расистов, которые ищут в приступе паники бомбоубежища Белгородской Народной Республики. А другие постят в интернете панические посты, куда нам деваться, куда нам бежать. Кстати, в Белгороде еще один побед, тоже на третью годовщину начала российско-фашистского нападения в Белгороде. Отменены все мероприятия, позакрывали торговые центры. Вообще все закрыто. Школы, все-все-все закрыто. Потому что, ну не будет там нормальной жизни. Пока не будет нормальной жизни в Харькове, напротив, там, да, рядом. Не будет и там. То есть, я же говорю, я когда-то предупреждал расистов, вот не послушали они, что танго будут танцевать в этой зимой. Не будет, как прошлой зимой, что они нас долбашили. А мы там за всю зиму два раза ответили. Нет. Не будет нормальной жизни в Харькове. Не будет точно так же и в Белгороде. То есть, вот, прямая зависимость. И не только в Белгороде. Поэтому, если они продолжат свои фашистские вылазки, фашистские удары по территории Украины, то станцуем, как говорится, парный танец.